Семьи Добиевых и Тачиевых живут по соседству уже давно. Ежегодно 23 февраля старейшины семей собирают у себя дома гостей. Ведь именно в этот день, в 1944 году, они были депортированы, как и тысячи других семей из Чечено-Ингушской союзной республики. Операция Чечевица, начавшаяся в 2 часа ночи 23 февраля 1944 года, завершилась 29 февраля. Полумиллиона чеченцам в одной части пришлось учиться жить заново, и казахстанские степи не стали для них чужими. 23 февраля, ровно в 5 утра, начинается депортация жителей Чечены-Ингушетии. Когда нас везли в Казахстан, в дороге больных и умерших выкидывали из вагонов. Я скажу так. Сами солдаты плакали, когда это совершали. Я помню, даже в дороге дедушки не разрешали нам плакать. Наоборот, мы просили у Аллаха милости. Приехали в Казахстан, мы думали, нас сразу убивать начнут. Выбросили в поле, и казахи нам начали помогать. Кого забрали, к себе тот помогал, как может. Спасибо Казахстану за мир, и то добро. Для Чечена-Ингушского народа 23 февраля дата скорбная. Хурма Тачиева рассказывает, как попала в поселок Кызылжар, где ее вместе с родными казахи приняли к себе в многодетную семью. Казахстан стал ее второй родиной. Я каждый раз говорю спасибо казахскому народу. Мы, когда попали в Кызылжар, нас приютила казахская семья, которая была многодетной. Мы жили вместе, ели за одним столом и работали вместе. Потом все выросли и отделились. Я не хочу много говорить о том времени. Это время, когда пытались сломать целую нацию. Но благодаря нашим братьям казахам, итог вы видите, не дай Аллах такого испытать ни одному народу. Именно по этим рельсам шли зимой вагоны с чеченцами-ингушами, выселенными из Северного Кавказа. По словам местных жителей, вот здесь, неподалеку, станция со стебе людей выгружали прямо в поле. Среди них были и мертвые люди. В доме Аксакала Амина Дабиева в этот день местные старейшины читают дуа и просят у Всевышнего мира и благополучия. Сосед и друг главы семьи Мейрбек Ахметов рассказывает, как вместе со всеми помогал чеченцам в страшное для народа время. Мы вот с таких лет вместе, мы выжили, мы вместе выросли. Это было сложно, это было очень сложно. Сегодня ни одно событие в нашей семье и в их семьях мы без друг друга не проводим. А знаете почему? Мы знаем цену прошлому. Мой совет молодым – цените людей и вас будут ценить. В конце 50-х чеченцы все же разрешили вернуться на родную землю. Одни уехали, другие остались. Но каждый чеченец, кого коснулись события тех страшных лет, в том числе и я, мы говорим спасибо казахскому народу за все хорошее.